Пять ударов в колокол, пять континентов. На хоровую олимпиаду в Сочи приехали коллективы со всех уголков земли. Место встречи Ледовый дворец Большой. За три соревновательных дня первого конкурсного этапа прошло 50 концертов. Голоса со всего мира звучали на лучших площадках курорта. Со сцены зимнего театра и фестивального, зала органной и камерной музыки в гостинице «Жемчужина» и санатории «Южное взморье». На конкурсных прослушиваниях 283 хора из 26 стран демонстрировали не только свои голоса под аккомпанемент и акапелла. Звучали хоралы, месы и гимны. Некоторые участники устраивали даже небольшие спектакли и танцевальное шоу. Номинации – детские, смешанные хоры, молодежные, женский, фольклор, духовная музыка и хоп. Краснодарский край представил 25 хоров. Коллектив Межшкольного эстетического центра, члены международного жюри признали лучшим среди детских хоров. Песня «Жемчужина» 10 июля все участники вновь собрались в Ледовом дворце Большой на подведении итогов. В общем медальном зачёте лидерами стали две крупные державы. Теперь уже пять раз звучал не колокол, а гимн России. Столько золотых наград завоевали наши хоровые коллективы. Шесть раз триумфальную победу праздновал Китай. Всего же в копилке России 50 медалей, у Китая – 22. Такие показатели – результат большого внимания России и Китая к вопросу развития хорового пения в государствах. Хочу отметить, что есть положительная тенденция в становлении молодёжных хоров. В России, например, пению и музыке уделяется большое внимание в школах и вузах. И выступление детских российских хоров в первой конкурсной части тому подтверждение. Уже завтра, 13 июля, стартует вторая соревновательная часть семерных хоровых встреч. Она продлится до 16 июля. На площадках курорта пройдут ещё 56 грандиозных концертов с участием 150 новых хоровых коллективов. Сегодня на парад наций прямо с аэропорта приедет хор из Армении. Ждём также коллективы из Ирана, Израиля, Южной Африки и других европейских стран. Новый хор из Китая и большое количество российских коллективов. Хочу отметить, что всемирные хоровые игры объединяют людей разных национальностей. Таким образом, мы создаём мосты, позволяющие людям понимать друг друга. К проведению всемирных хоровых игр предъявляются серьёзные требования. И в Сочи, по мнению организаторов международного вокального проекта, созданы отличные условия. Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Вдобавок, Сочи многонациональный, что отражает основную идею певческой олимпиады – единство народов. Необыкновенно красивый проект. Он необыкновенно подходит нашему городу. Жители и гости нашего города восхищены, вдохновлены всемирными хоровыми играми. Мы как многонациональный город. У нас проживает в городе Сочи более 118 национальностей. И, конечно, такой многонациональный поликультурный проект очень здорово подходит нашему городу. Завершится 11-дневный певческий марафон грандиозной церемонией закрытия на той же арене в Олимпийском парке, главным действием которого станет выступление сводного интернационального хора. В его состав войдут около 2000 человек, представляющих коллективы из 12 стран. Большую часть в хоре составят российские вокалисты. Следующие музыкальные встречи пройдут через год. Рига примет европейские хоровые игры. А в 2018-м вновь стартуют всемирные хоровые игры. Их примет Южная Африка. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.